Нихао, леди и джентльмены! Интернет-портал bestandroid.com.i предлагает вашему вниманию видео-обзор. Это первый видео-обзор телефончика на базе платформы от компании Mediatek MTK6589. И это телефон компании ZOPPO, модель называется ZP810 или 800H, как еще ее называют. Итак, телефончик поставляется в такой привычной коробочке, ZOP-овской, назовем ее так. Снизу надпись LIBERO, так вот выглядит телефон. Как всегда, есть у нас различные маркировки модели, QR-код. И сзади краткая информация, видно, что здесь Android 4.1, Jelly Beam. Диагональ дисплея составляет 5 дюймов, высокого разрешения, CPU 1.2 ГГц, 4-х ядерный гиг оперативной памяти, поддерживает сети 2G и 3G, камера на 8 Мп, есть GPS от GPS, ну и батарейка на 2000 мАч. Это краткая информация. Начнем с комплектации, коробочку посмотрели. Телефон у нас представлен в обзоре в черном свете. Далее в комплекте есть фирменный вот такой вот паспорт. ZOPPO, ZOPPO Mobile Home. Есть гарантийный талон от компании ZOPPO. В этот раз расщедрились производители и положили вот такой вот силиконовый бампер. Не всегда он будет в комплекте, это надо уточнять непосредственно перед покупкой, в определенном интернет-магазине, где будете покупать. Но мы стараемся на нашем сайте bestandroid.com.e гарантировать, чтобы обязательно был вот такой вот у нас чехольчик от компании ZOPPO фирменный. Мы его померяем попозже. Далее в коробке идет стандартная комплектация USB кабель, опять же, хорошего качества. Наушнички, это стереогарнитура, капельки. Переходник на нашей розетке и сам блочок. Блок у нас, ну, обычный классический, стандартный, как обычно, вот идет ко всем телефонам. Единственное, что радует он на 1000 мА, то есть очень будет быстро заряжать, и не будет такого, что, оу, я поставил на зарядку 3 часа, ничего не заряжается, этот блочок будет заряжать хорошо. Переходничок на нашей розетке также есть. А теперь перейдем к самому интересному, непосредственно обзору самого телефона. Вот таким вот образом выглядит этот 5-дюймовый телефончик. Что касается его общих каких-то впечатлений, первых, он классно в руке сидит, как для 5-дюймового. Можно сравнить с Samsung Galaxy Note первым, тоже 5,3 дюйма был. Ну, 5-дюймовый, приблизительно такой же по размерам, но этот сидит удобнее за счет того, скорее всего, что он немного луже и выше относительно там другого конкурента своего, это Galaxy Note, даже если брать китайский Galaxy Note первые. Интересное, классное покрытие Soft Touch, причем оно не такое прорезинное, что аж прилипает, а очень даже приятно к этому пластику прикасаться. Видно, что весь телефон хороший, то есть он так хорошо сидит в руке, ощутимо. По бокам, по периметру металлическая вставка, это металл, также отличает хорошей сборкой этот телефончик. Ну, и что касается по порядку, если посмотреть, то за металлической решеткой у нас внутренний динамик, фронтальная камера, датчик освещенности, датчик приближения, 5-дюймовый тепловой тачскрин, под ним дисплей также 5-дюймовый, внизу три сенсорные кнопки стандартные, андроидовские, вызова контекстного меню, домой и назад. Внизу мы видим microUSB-дозъемчик для зарядки телефона, для подключения его к компьютеру, и тут есть даже небольшой такой вот пазик для снятия задней крышки. Что касается правой части, тут здесь у нас качелька регулировки громкости, и кнопка включения-выключения телефона, она расположена под большим пальцем, если в правой руке, держать под указатель на месте в левом, чтобы можно было быстро и удобно заблокировать телефон. Сделано это для того, что если вы привыкли, что кнопка вверху находится, то очень сложно дотянуться в стандартном хвате этого телефона. До верхней кнопки приходится было использовать вторую руку, но здесь такого не требуется, достаточно удобно нажимать ее с боку, как в данном случае. И на задней части мы видим маркировку фирмы Zopo, это внешний динамик здесь расположен под этой решеточкой, камера на 8 мегапикселей, и я тут уже что-то нажал, и вверху есть выход 3,5 мм под стандартный мини-джек, наушнички, колоночки, сюда можно втыкать. Что касается общих впечатлений, это такой эдакий увеличенный Zopo ZP500, который уже привыкли многие видеть, он достаточно давно уже выпускается, это такой вот 5-дюймовый его большой брат. И теперь разблокируем наш телефон, вот у нас главный экран блокировки, это мобильный телефон от интернет-магазина BestAndroid, Zopo ZP810, или 800H, как его еще называют, опс, выключился наша блокировочка. Сразу видно по экрану разблокировки, это Android 4.1, мы можем сразу же включить фотоаппарат, можем запустить Google, или разблокировать смартфончик. Таким образом он разблокируется, и здесь представлено действительно яркий крутой IPS-экран, 5-дюймовый, с HD-разрешением, 1280 на 720 пикселей, очень крутые углы обзора, и картинка насыщенная, классная. И радует то, что сразу на борту идет Android 4.1, то есть это очень удобно, не надо будет обновлять, и сейчас актуальной версией реально является Android 4.1. Здесь у меня были установлены ряд тестов, которые мы сейчас посмотрим результаты через Play Market, то есть аккаунты Play Market работают, опять же это полноценный 4.1 Android со всевозможной поддержкой от Google. То есть это телефончик, представитель брендового Китая, и самый первый на MTK6589. И теперь запустим приложение Antitube Benchmark, с уже пройденным тестом, и как видно здесь просто крутой очень результат, 12 тысяч баллов, сразу видно, что это 4-ядерный процессор, частота 1209 МГц. И даже видно по количеству звездочек, у нас очень много звездочек, только конкретно 4.5, наверное, это тоже очень круто. И попробуем посмотреть подробные результаты. Итак, 12 тысяч, я так окурблю, 12 тысяч баллов. Подробные результаты говорят о том, что оперативная память у нас 2 тысячи баллов заработала, очень хороший показатель с целыми числами, он намного лучше, чем предыдущая платформа, TK6577, просто в несколько раз. Число с помощью запятой также отличные, у нас результаты 2 тысячи с половиной баллов. 2D графика, 3D графика, в принципе, видно, что и графический процессор тоже здесь улучшен, здесь стоит SGX544, мы это подробнее посмотрим, более новый 3D двигатель, GPU графический процессор. Ну и вот данных, вывод данных, это такие показатели второстепенные. И посмотрим информацию, а точнее сведения о телефоне. Как видно, торговая марка Zoppo, модель идет как ZP800H, но это ZP810, также она на рынке позиционируется. Производитель центрального процессора, это MediaTek MTK6589. И здесь стоит 4-ядерный Quad-Core процессор, 1,2 ГГц рабочая частота, ARM-V7. Что касается разрешения экрана, то здесь оно HD-шное 720 на 1280 пикселей, то есть HD-ready, 320 dots per inch, 320 точек на дюйм, то есть очень хорошая такая плотность, позволяет очень четкую картинку наблюдать с этого дисплея. Поставщик графического процессора, это PowerVX и GX541MP, это Imagination Technologies. Поддерживает графику, конечно же, он OpenGL и ES2.0. Встроенная память составляет здесь, как обычно, в телефончик 1,5 ГБ, и 1300 МБ, это еще виртуальная SD-карточка, то есть сумме для пользователя свободно 3 ГБ, около того. Оперативка 972,3 МБ, то есть гиг-оперативные памяти здесь встроены, камера, хоть и написано, что на 8 Мп, но это за счет интерполяции, то есть матрица сама здесь на 8 Мп, но снимки вы можете выставлять, как на 13 Мп, то есть крутая штука, до 4960 на 3072 пикселя. Попробуем камеру, я уверен, она здесь крутая. Передняя камера 5 Мп, то есть также снимки с интерполяцией очень большие, по факту здесь двушка стоит, качество достойное при звонках, при общении через видеоскайп, или при автопортретах. И версия Android 4.1.2 в этом телефоне. Возможно, будет интересно запустить тест дисплея, поклассать цвета, посмотреть, что они действительно крутые, подсветка равномерна, нет какого-то затухания, или за осветление по периметру телефона. Не знаю, насколько камера это передает, но глаз видит лучше, чем камера, и здесь классные цвета насыщенные. То есть классно смотрим, хорошая цветопередача очень. И вот есть интересная такая программка, Z-Device Test, позволяет посмотреть, что здесь у нас есть отдельно по модулям. И пройдемся по этому телефончику, ZOPPO 810. И очень быстро можно посмотреть, что в этом телефончике есть, с помощью этой программки. Просто посмотреть, где есть галочки. Значит, здесь основная камера, дополнительная камера, GPS-навигатор, Wi-Fi, Bluetooth, GSM, UMTC, SIM-карточки, акселерометр есть, компас, радио у нас отсутствует. У нас здесь есть экран. Посмотрим характеристики. Но тут, к сожалению, тест не пройден у нас, но можно посмотреть, что здесь 320 точек на дюйм, плотность 2, высота в пикселях 1280, ширина 720. Ну и только для рода пользователей у нас дополнительные еще возможности можно. Кто хочет, может пройти тест самостоятельно. Батарейка у нас идет. Ну, тут не видно, сколько она миллиампер, но, в принципе, состояние батареи good, хорошее. Центральный процессор, это будет поинтереснее уже. Итак, процессор, количество ядер 4, максимальная частота 1,21 ГГц, минимальная частота 500 МГц, архитектура ARM-V7. И что касается оперативной памяти, размер у нас 972 и 35 МБ свободно. Ну, внешняя встроенная память, мы это видели. Тут у нас вот здесь даже разделы некоторые на носителях. Это все под операционку занято. Далее есть у нас звук, вибратор. Интересно, как здесь... О, скажу вам, что вибра работает. Такое, достаточно ощутимое, но не сумасшедшее. Далее, Android, посмотрим точную версию. Версия 4.1.2, это модель ZOPPO 800H. Различная информация об операционной системе, от Opel GL, если поддерживает уже 2.0 версии. Так, далее. Датчик температуры у нас его нет, датчик приближения есть, датчик освещенности есть. Вот такие навороченные функции, как вот появились они в Samsung Galaxy S4, как барометр, датчик давления. Зачем он нужен, непонятно. Вспышка есть. Вот. Ну и нет у нас дополнительных вот этих вот штук. Итак, то есть, в принципе, телефончик достаточно напичкан, как современный смартфон, различными датчиками, различными этими штуковинами. В целом, ну, действительно, очень хорошие впечатления производит. И, можно сказать, его, подводя какой-то итог промежуточный, можно сказать, ну, наконец-то. То есть, реально, если взглянуть на сумму баллов, опираясь на тесты Antutube 3, около 12 тысяч, это очень хороший показатель, очень крутой. Можно сравнивать смело его с Galaxy S3, это телефон с Galaxy Note 2. то есть, по скорости работы он не уступает, возможно, немножко, на тысячу-две баллов, но не забываем про стоимость. Все-таки, этот смартфон стоит порядка 300 долларов, а с флагманой от Samsung уже в два раза дороже минимум. Из предустановленных приложений, здесь у нас также он напичкан приложениями, даже здесь Angry Bird Space, AutoClear какой-то, Fruit Ninja, то есть, это стандартные китайские приложения, вот, в принципе, это все можно поменять, перепрошить, как вам заблагорассудится, удалить, если какие-то не нужны. Очень быстро работает менюшка, очень быстро листается, идет хорошая прорисовочка у нас, это не только за счет того, что версия Android 4.1, но, конечно же, из-за скорости самого процессора. Ну, интересно будет посмотреть камеру. Камера у нас, меню камеры немножко видоизменилась, у нас здесь есть различные режимы, вот, можно выбрать лицо, выбрать панорамный вот снимок, есть несколько режимов, также здесь есть кнопочка настройки, она стала более удобной, реально здесь приложение камеры, да, работано, ну, круче выглядит. Можно геотеги включить, так, есть настройки камеры, автоспуск, непрерывная съемка 40 снимков, размер фото 12 мегапикселей, минимум можно поставить вообще 0.3, ну, выберем, пусть будет у нас 12, видео, видео, качество видео снимает он Full HD, а если выберет хорошее, то это Full HD разрешение будет, даже можно выставить замедление и отключить микрофон, различные цветовые эффекты, баланс белого, достаточно очень много настроек здесь есть, и просто есть такая штука, как автофокусировка, туда, куда мы ткнем пальчиком, там он и сфокусируется, ну, и сфотографируем со вспышечкой, и сделаем еще один снимок, что касается вспышки, она здесь также доработана, вот вы можете посмотреть, я снимал с очень близкого расстояния, около 2-3 см, достаточно равномерное распределение света, хотя здесь и темно, но все равно здесь снимки получились хорошие, не засвеченные, очень такая крутая штука, вот в галерее есть, теперь когда мы проматываем вправо, посмотрели все снимки, сейчас я их уменьшу, и если мы доматываем до конца, вот налево так проматываем, то попадаем опять в меню камеры, опять можно быстренько что-то сфотографировать, но здесь она уже просто великолепная, на 13 мегапикселей, за счет интерполяции, с физическим разрешением, матрицы 8 мегапикселей, хотя раньше она была 5 мегапиксельная, то есть здесь тоже этот нюанс доработали, попробуем зайти в меню, и поискать, что здесь еще интересного есть, в принципе стандартные программки, навигации и так далее, есть у нас набор виджетов, различные приложения, например, вот есть у нас Yahoo! Погода, Yahoo! Weather, попробуем разместить на какой-нибудь рабочем столе ее, вот сюда, например, так, есть погода, ну, как настраиваться виджеты, вкратце, можно выбрать быстренько город, выберем Киев, ну, подойдет, Kentucky, United States, Киеви, почему бы и нет, чисто для теста, узнать, какая погодка там, ну, и через Wi-Fi, автоматически обновляется, сейчас там 3 градуса, Цельсия, приблизительно, есть тоже прогноз небольшой, очень приятно прикасаться к этому тачскрину, очень быстро реагирует, для тех, кто, кого бесит, там, какие-то задержки, при работе какой-то, когда вы нажали и ждете, и вам это не нравится, когда же оно откроется, или вы хотите быстренько зайти в телефонную книгу, нажали и приходится ждать, здесь быстро очень все это загружается, и если оно в памяти остается, то вторая загрузка еще быстрее, очень классно, они постоянно вылазят, разных мест, вот куда воткнули, если вы запускаете, например, YouTube-Batchmark, то он вылазит, как бы, с этой стороны, это такая фишка, Android A4.1, если вы снизу запускаете звонилку, то она вылазит снизу немножко, то есть, очень удобно, есть история звонков, то есть, стандартная абсолютно звонилочка, и еще такой вот нюанс, как бампер, вот такой вот он идет в комплекте, это силиконовый бампер, попробуем, сейчас я заблокирую телефон, попробуем его одеть, в принципе, как для бесплатной вещи, которая идет в комплектации, он будет хорошо защищать ваш телефончик, и так вот я надел бампер, удобно то, что он, камера остается утопленной, то есть, если на стол положить, она защищена, не видно маркировки ZOPO, для тех, кто не хочет показывать, как называется его телефон, то есть, ZOPO, так достаточно хорошо скрыт, за этим темным, силиконовым, коричневым, таким вот чехольчиком, на принципе, даже в нем остается удобно использовать телефон, хотя, конечно, тут он на миллиметр, с каждой стороны, он кажется немножко шире, попробуем зайти в интернет, посмотрим, как работают странички, это сайт ZOPO.Mobile.com, вот он такой у нас, насыщенный достаточно графикой, на китайском языке, ничего не понятно, но интересно, в принципе, быстро так прорисовывается, мобильная версия этого сайта, или это даже, нет, это не мобильная, это его нормальная версия, классно очень реагирует сам телефон, вот графику прорисовывают вообще без проблем. Так, ну и подведем первые итоги телефона, который, первый попал к нам в руки на платформе TK6589, это модель ZOPO ZP810, или 800H, как ее еще называют, ну и начнем по порядку, подводить итоги, в первую очередь, конечно же, это экран телефона, это IPS-матрица, 1280-820 пикселей, очень круто показывает картинку, все телефоны ZOPO этой компании славили, всегда отличным экраном, но этот просто великолепный, и для диагонали 5 дюймов, видно, насколько четкое разрешение, насколько четкое изображение, контрастное, и хорошие цвета он передает, отличные углы обзора, то есть реально здесь 180 градусов угла обзора, читабельный текст, со всех сторон, то есть сверху, снизу, и так далее, очень хорошо, так прилично смотрится все это, что касается характеристик технических, но тут никаких нареканий нет, видно даже элементарно, вот по тестам IntiQ V3, третьей версии этой программки, около 12 тысяч баллов, 4-ядерный процессор Cortex A7, 1.2 ГГц частота его, кстати, процессор отличается меньшей энергопотреблением, и он сам по себе тоньше, 28 нанометров, то есть он очень тоненький такой, сама его архитектура, если говорить про ядра, гигабайт оперативной памяти, более чем достаточно для нормальной, быстрой работы Android 4.1, камера, камера 13 мегапикселей, это за счет интерполяции, на самом деле ее размер самой матрицы 8 мегапикселей, но программно увеличиваются снимки, никто никого не обманывает, как это было раньше, на маленьких китайских телефончиках, писалось, что камера 280 миллионов пикселей, такого уже нет, здесь четкоопечество 8 мегапикселей, но если зайти в настройки камеры, мы видели, что можно выставить 13 мегапиксельные снимки, прямо на несколько мониторов, их можно будет печатать потом, сохранять в альбомах ваших, качество достойное, есть фронтальная камера, которая пригодится во время общения с помощью 3G-сети, видеозвонки, для общения по скайпу, для совершения каких-то автопортретов, для совершения различных автопортретов, или для съемки там на заднюю и переднюю камеры, то есть она также пригодится, можно его напичкать множеством программ из Play Market, абсолютно без проблем, то есть расширить возможности вашего смартфона, начиная от работы с какими-то офис-приложениями, заканчивая с какими-то обменниками, сообщениями, например, WhatsApp, очень такой прикольный, в последнее время многие им пользуются, различные можно антивирусы, игрушки, видеоплееры, море, миллионы, тысячи приложений доступны для пользования, пожалуйста, устанавливайте без проблем, этот телефончик все будет поддерживать, и, конечно же, внешний вид, внешний вид узнаваемый, он ни в коем случае не толстый, даже можно сравнить его с Galaxy S3, наверное, он по толщине приблизительно такой же, классно сидит в руке, и это, наверное, прямой конкурент будет нового телефона Galaxy, и этот телефончик, почему он 5-дюймовый, ответ очень прост, сейчас вот вышел новый телефон Galaxy S4, тоже 5-дюймовый, они приблизительно похожи по своим размерам, по своему внешнему виду, но это ни в коем случае не Samsung, это Zopo, и, конечно же, он отличается в лучшую сторону, прежде всего, ценой, она будет чуть ли не в три раза меньше, потому что объявленная цена на S4 около 7000, этот будет стоить около 2500 гривен, классный телефон, он оставляет очень хорошее впечатление о себе, и для тех, кто хочет посмотреть более точные технические характеристики, добро пожаловать на магазин bestandroid.com.ua, заходите, смотрите, обсуждайте этот телефон, пишите в комментариях, Субтитры сделал DimaTorzok,